Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Ауди А4 была и остается успешным автомобилем. Сегодня мы расскажем о третьем поколении этой машины. Расскажем, чем она болеет, как и где ломается и как же ее сохранить. Итак, встречаем, Ауди А4 B7. Вообще, смена второго поколения Ауди А4 на третье произошла стремительно. Уже в конце 2004 года появился вот такой вот кузов со слегка раскосыми фарами и щитом фальшрадиаторной решетки. Смена на третье поколение началась осенью 2007 года и закончилась весной 2008 года. Правда, кабриолет еще выпускался до февраля 2009 года. Но и после этого платформа PL47 не исчезла, а легла в основу Seat Exo, который существовал на конвейере до 2013 года. Ауди B6 и B7 — это близкие родственники. Более свежая модель сохранила почти все двигатели, как у предшественника. Плюс получила еще новый турбированный V6. Явных каких-то прорывов в технологиях и комплектациях не произошло. Итак, давайте рассматривать, чем болеет А4 в кузове B7. И скажем сразу, что на данный момент вот эта вот машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Собственно, кузов у A4 B7 полностью стальной и ржавеет. Сквозная коррозия поражает передние и задние крылья по кромкам арок изнутри. Также сильно ржавеют колесные арки от стаканов вниз до порогов. И, кстати, пороги на этих машинах просятся на ремонт с установкой новых деталей. И особенно страдает шов, который между порогом и частью днища. Но этого снаружи не видно, потому что эти участки закрыты пластиков. Вообще зачастую участки днища и порогов, прикрытые пластиком, выглядят точно так же, как, например, подрамники или передний край ниши под запасное колесо. Также жуками покрываются крылья вдоль по стыку с задним бампером. И плюс вспучиваются все нижние края дверей. В общем, десяток другой влажных и соленых зим сильно доканывают кузов этого автомобиля. Фары у данных Audi слепнут. С линз засыпается отражающее покрытие, поэтому ближний и дальний свет перестает светить на достаточное расстояние. У таких Audi провисают двери. И в первую очередь это касается водительской двери. Так вот, когда дверь провисает, она еще и плохо закрывается. Чтобы решить эту проблему, подкладывают пластину под нижнюю петлю. И эти пластины продаются. Надо только знать, толщину. Есть три варианта, толщиной от полумиллиметра до полутора. Кроме того, есть народный трюк с подгибанием нижней петли при помощи гайки на 17. Если не боитесь помять дверь, можно и таким образом отрегулировать дверь. У этих машин еще обрывается проводка в гофрах переходах от кузова к дверям. Так вот, после этого частично либо полностью перестают работать электрокомпоненты двери. В общем, это не самая страшная поломка, потому что провода в гофрах восстанавливаются. Если вы решите покупать такую машину на вторичке, то обязательно проверьте работоспособность всех электромеханических компонентов от стеклоподъемников замков до подсветки. Вдобавок у Audi A4 B7 полный букет неисправностей с дверными замками. Начнем с личинок. Дело в том, что ими никто не пользуется, пока не сядет аккумулятор. А потом выясняется, что замки не поворачиваются. Так вот, пользуйтесь этими иногда личинками, то есть замками, чтобы они не закорили. А если уже закорили, то обратитесь к людям, которые ремонтируют замки. Они разберут их, смажут. Кстати, это можно сделать и самому. Инструкции в интернете предостаточно. Главное – не напутать с порядком секретов в личинках. Далее на Audi и других моделях Vax существует проблема с концевыми выключателями, которые находятся в замках. ЭБУ в этом случае не видит факта закрытой двери. Так вот, в таком случае эти концевики лучше поменять на новые. А также, если замки плохо закрываются, то проблема может быть в обрыве проводки в тех гофрах, о которых мы вам рассказывали. А также это может быть из-за потери контакта на простенькой плате сервопривода замка. Сервоприводы у этих машин электромеханические. Как правило, нужно восстановить контакты пропаиванием ножек на электронных платах. Реже выходит из строя моторчик. В общем, весь замок можно поменять на бэушный или на новый. Новые оригинальные очень дорогие, но есть дюжина заменителей, которые стоят от 100 долларов. Спрос на замки Audi A4 есть, поэтому очень много предложений. Обязательно по новым и бэушным замкам позвоните в «АвтоСтронг». Итак, частыми косяками в салоне Audi A4 B7 являются сломанная правая петля крышки бардачка, сломанные тяги кнопки бардачка, сломанные крючки-защёлки солнцезащитных козырьков, отклеивающаяся и провисающая ткань потолка, обрыв нити подогрева сидений, неисправность сервоприводов заслонок в системе вентиляции. Их там до шести штук. В ходе компьютерной диагностики можно определить неисправный механизм. Один оригинальный сервопривод заслонок стоит до 50 долларов. Заменителей к ним нет. Вдобавок к этому перестаёт работать динамик в панели приборов. Тот самый зуммер, который пикает, когда, например, ключ вставлен в замок зажигания, а дверь открыта. Его можно заменить на новый, бэушный или любой аналог. И, кстати, эти машины должны подавать звуковой сигнал при закрытии. Пикает сирена штатной сигнализацией. Если её звук пропал, то, значит, наборные АКБ протекли, залили кислотой и испортили плату. Эта неприятность грозит любой такой бэушной сирене. Они продаются по 10-30 долларов. Если вам важна работоспособность штатной сирены, то стоит вскрыть её корпус и заменить два аккумулятора на новые с аналогичными характеристиками. Если начали барахлить стеклоподъемники, то есть стекла не слушаются кнопок, то тогда нужно снять вот этот блок и очистить. А вот если кнопки выглядят неряшливо, то есть от них отошла краска, либо же какая-то кнопка вывалилась, то тогда можно купить новый вот этот блок стеклоподъемников. Новый оригинальный, $150, но есть заменители по $30. Ну а теперь перейдём плавненько к двигателям. Среди бензиновых двигателей у Audi A4 B7 нет ни одного нового агрегата. Все перешли от предшественницы. Исчез только 2,4 V6. Так вот, откровенно слабых и ненадёжных двигателей у этого автомобиля нет. Если вы рассматриваете вот такую Audi на вторичном рынке, то обязательно изучите историю её обслуживания, также смотрите на состояние и на компетентность владельца. Если этот автомобиль без истории и вы видите сильно залитый маслом мотор, то от такого варианта стоит сразу отказаться. Ни один такой мотор не грозит страшным масложором с заменой поршневой группы и гильзовкой. Естественно, если он не перегрет и просто не залюблен очень сильно прошлыми владельцами. Все четырёхцилиндровые бензиновые двигатели относятся к семейству EA113. Базовый – это 1,6 MPI. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор, там мы рассказали про все проблемы. Ну и самое страшное, что может с этим двигателем сделать владелец, это его перегреть, что закончится трещиной в блоке цилиндров и смешиванием антифриза с маслом. Далее идет двухлитровый атмосферник. У него тоже алюминиевый блок цилиндров, но в ГБЦ по 5 клапанов на каждый цилиндр. Также есть межраспредвальная цепь, которая натягивается натяжителем и которая еще выполняет функцию фазовращателя. В общем, эти детали недешевые, и раз в 200 тысяч километров придется расстаться с парой сотней долларов. Еще этот мотор с завода бессовестно жирал масло, пока в нем не меняли поршни. И очень интересно, что у этого двигателя есть поклонники, которые уже поменяли поршни, а есть, которые поршни и кольца не меняли, но ездят и доливают масло. Еще масложор связан с неисправностью клапана системы вентиляции картера. Оригинальный стоит 100 долларов, но и, извините, служит он 100 тысяч километров. Есть заменители по 25-35 долларов. И заглянуть в двухлитровый двигатель ALT можно, кстати, с помощью нашего обзора на YouTube-канале «АвтоСтронг». Те, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Все турбочетверки для этих машин относятся к семейству EA113, но блоки цилиндров у них чугунные. От Audi A4 B6 достался один такой мотор 1.8 Turbo с фирменными по тем временам 20-ю клапанами в ГБЦ, то есть по 5 клапанов на один цилиндр. Такой мотор встречается нечасто, поэтому перенаправляем вас на обзор на нашем YouTube-канале. Ну а теперь перейдем к новым для Audi A4 двигателем, турбочетверком 2.0 TFSI. Еще раз напомним, что это семейство EA113, но ГБЦ тут совсем другие. По четыре клапана на цилиндр и непосредственный впрыск. И это абсолютно адекватные в плане надежности, ресурса и тюнинга двигателей. Легко служат более 500 тысяч километров, но экономить на них нельзя. И стоит знать их особенности. Все нюансы перечислены у нас в отдельном обзоре. Там есть информация про толкатель ТНВД, клапан ВКГ, межвальную цепь, фазорегулятор и многое другое. Ну а теперь переходим к V-образным бензиновым двигателям. Трехлитровый мотор V6 с кодом BBJ был доступен только в первый год выпуска этой модели. В 2006 году его убрали из моторной гаммы Audi A4. Если честно, на фоне мотора 2.0 TFSI этот двигатель не сильно заслуживает внимания, потому что езд больше, в обслуживании дороже и едет хуже. Вдобавок он может огорчить проседанием чугунных гильз в его легкосплавном блоке. Но поклонников у этого двигателя хватает. В общем, кому интересен двигатель 3.0 V6 BBJ, у нас есть подробный обзор на нашем канале. В январе 2005 года на А4 появился новый атмосферный двигатель V6 бензиновый объемом 3.2 литра, непосредственный впрыск и силминовое покрытие цилиндров. Никаких чугунных гильз в этих двигателях не было. Немало владельцев в первые годы выпуска хапнули горе и расходов от этого мотора. Считается, что его предел надежности – это 150 000 км. На крайне 200 000 км. Причем последние 50 000 км, которые он будет проезжать, он будет нещадно есть масло из-за износа поверхности цилиндров. Вдобавок цепи ГРМ у этого мотора находятся сзади и менять их приходится каждые 120 000 км. Еще вдобавок правый натяжитель цепи ГРМ может сдастся, что приведет к перескоку натягиваемой им цепи. В общем, эти моторы надо тщательно диагностировать перед покупкой автомобиля, а лучше их вообще избегать. Атмосферники объемом 4.2 литра для Audi S4 и RS4 – это разные моторы. То есть без гильз, а прочность поверхности образуют кристаллы кремния. У этих моторов тоже есть проблемы с износостойкостью этой поверхности цилиндров и с цепями. Хотя настоящих поклонников заряженных Audi это не смущает. Ну, а теперь о дизелях. В гамме дизельных агрегатов с появлением поколения B7 тоже произошел частичный переход на новые двигатели. Все рядные дизельные четверки оснащены впрыском на основе насос-форсунок. В моторной гамме оставили восьмиклапанные двигатели. Разница между ними небольшая, но важная. В моторах 1.9 TDI нет балансиров, простой маслонасос, который приводится цепью. А вот в двухлитровом TDI есть модуль балансирных валов, в который встроен маслонасос и он приводится цепью. Такая схема использовалась в ранних моторах с индексом BPW. Так вот, эта цепь бессовестно растягивалась, модуль останавливался и мотор погибал от снижения давления смазки. На сегодняшний день таких фатальных проблем не происходит, но надо иметь представление, что происходит в поддоне этих двигателей. В идеале надо, чтобы там был установлен шестеренчатый привод взамен цепного. Ну, а все остальные подробности смотрите в нашем обзоре на нашем же YouTube-канале. Ну, а новые моторы с насос-форсунками для Audi A4 B7 – это двухлитровые 16-клапанные агрегаты, на которые у нас тоже на канале есть подробный обзор. Эти двигатели оснащены улучшенным модулем балансиров с шестеренчатым приводом, однако масляный насос приводится с 77-мм поводком-карандашом, который желательно менять на новый каждые 100 тысяч километров, чтобы он не провернулся и перестал приводить масляный насос. Зато у 16-клапанных моторов насос-форсунки крепятся с двух сторон и не расшатываются, разбивая гнезда в ГБЦ. До лета 2006 года Audi A4 B7 оснащались старым турбодизелем V6 с распределительным ТНВД. Этот двигатель до сих пор нормально служит, хотя до 2010 года у него было немало проблем с распредвалами. Если вам такой двигатель интересен, то у нас тоже есть подробнейший обзор на нашем YouTube-канале. С появлением поколения B7 на Audi A4 появились новые турбодизели V6. Сначала это был двигатель объемом 3 литра, а затем двигатель с конца 2005 года объемом 2,7 литра. В общем, у этих двигателей чугунные блоки цилиндров, привод ГРМ со стороны маховика и впрыск Common Rail. Это надежные, хорошие двигатели. Мало того, что они мощные, так они еще и экономичные. Все недостатки мы собрали в отдельном обзоре на нашем канале. Милости просим! Традиционные автоматические трансмиссии от ZF устанавливали только на полноприводные версии, то есть с 200-сильной турбочетверкой, также с двигателем объемом 3,2 литра, также с 3-литровым турбодизелем. А вот 5-ступенчатый автомат ZF был доступен со старым 3,0 V6 бензиновым. Эти трансмиссии не имеют явных уязвимостей. Их старение и износ проявляются стандартно в виде рывков и толчков при смене режимов и самих передач. В общем, чтобы продлить жизнь этим трансмиссиям, надо менять ATF каждые 60 000 км, также менять прокладку поддона и фильтр, и избегать агрессивной езды. А вот двухпедальные Audi A4 переднеприводные оснащены вариатором Multitronic. У нас на канале есть подробнейший разбор этой трансмиссии. Поначалу ресурс у Multitronic был 100 000 км, но после череды модификаций его ресурс увеличился втрое. Если менять в нём масло каждые 60 000 км, либо чаще, а также избегать агрессивной езды, этот вариатор прослужит 300 000 км. Однако у вариатора могут возникнуть проблемы, аналогичные проблемам с блоком ABS – отказ контактных проводов. Это может спровоцировать ошибки по части трансмиссии, например, с селектором или с датчиками скорости. Этот управляющий блок находится в задней части вариатора, и его легко демонтировать, чтобы при необходимости отремонтировать. Напоминаю вам, что вот эта машинка продаётся. Ссылочка будет в описании к этому ролику. И ещё напомним вам, что в «АвтоСтронг» помимо отличных БУ запчастей есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Так что заходите на наши сайты, звоните нам, пишите в мессенджеры и в соцсети. Ещё у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаём байки с минимальными пробегами, в отличном состоянии и с полным пакетом документов. Нужен байк обязательно в «МотоСтронг». Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Трапеция дворников на Audi A4 образца с 2000 по 2008 год пользуется стабильным спросом как на разборках, так и в магазинах новых запчастей. Новая оригинальная стоит 300 долларов, заменители по 30 долларов. А всё потому, что её шарниры коррозируют и намертво заклинивают. Поэтому советуем раз в пару лет снимать трапецию и чистить её. Ещё нужно держать в чистоте жела под лобовым стеклом. Всё внимание дренажным отверстием. Если они будут закупорены, то после пребывания под дождём либо на автомобильной мойке получится так, что вода наполнит этот желоб и через отверстие в моторном щите попадёт в салон. Намочит, пропитает ковры и, соответственно, угробит блок комфорта. Блок комфорта находится под площадкой для отдыха левой ноги водителя. К нему тянется 4 жгута проводов, поэтому вода прицельно попадёт в него. А затопленный блок комфорта придётся менять на бэушный и кодировать его под свой автомобиль. А также ещё придётся сушить салон. Дренажи нужно чистить под аккумулятором и его площадкой. Под вакуумным усилителем тормозов это отверстие видно, в том числе и со стороны рулевой рейки вблизи её редуктора. Ещё дренаж есть со штурманской стороны под корпусом воздушного фильтра. Этим поколениям Audi досталась недолговечная проводка в моторном отсеке. Изоляция с проводов осыпается, что грозит серьёзными неприятностями по части электрики. Иногда появляются ошибки по блоку ABS или даже полное отсутствие связи с ним. Тут либо контактные нити в самом блоке оторвались от пайки, либо пропал контакт в разъёмах из-за окислов. Также нередко случается банальное перегорание предохранителей в блоке под рулём и в левом торце панели салона. А если на панели приборов постоянно горит индикатор ESP, а также есть кое-какие проблемы с круиз-контролем, то значит, надо поменять выключатель стоп-сигнала. Выключатель стоп-сигнала находится на педали тормоза, и для доступа к нему надо снимать пластик под рулевой колонкой. Новый такой выключатель стоит 33 доллара, заменитель – десятку. Из-за неисправности этой детали стоп-сигналы могут постоянно нагореть и за ночь разрядить АКБ. Полноприводные Audi с системой Quattro славятся своей надёжностью, а именно система Quattro. Заботы сводятся к увеличенному количеству приводов, а также к карданному валу. Ещё для уверенности рекомендуем менять масло в дифференциалах. На заправку уйдёт около 5 литров масла. Один литр оригинального масла стоит 75 долларов, но вы можете воспользоваться альтернативными неоригинальными маслами, которые в несколько раз могут быть дешевле. Рекомендуем менять пробки дифференциалов, потому что старые пробки использовать нельзя. Вся подвеска Audi A4 B7 такая же, как у поколения B6. Рулевая рейка находится сверху, рулевые тяги, соответственно, находится тоже сверху. Она закреплена на моторном щите, рулевые тяги крепятся к поворотным кулакам сверху. Рулевую рейку трудно назвать хлопотной, хотя течь и масло стучается по шлангам. Весь механизм может закусывать в мороз, насос гур не вечный, особенно если масло в системе долго не заменялось. Течь и стучать рейка может, но это устраняется в специализированных мастерских. Передние колеса закреплены на поперечных рычагах. Всего в передней подвеске 10 шаровых опор и 10 сайленблоков. Оригинальная подвеска служила примерно 200 тысяч километров. По итогу, сегодня очень часто вот такие шасси Audi A4 B7 нашпиговывают неоригинальными деталями, которые служат 50-80 тысяч километров. Сайленблоки рычагов можно купить по отдельности, но в них интегрированы шаровые опоры. Вот этот нижний передний рычаг по оригиналу стоит 300 долларов. Сайленблоки 35 долларов и 55 долларов соответственно. Самый дорогой тот, к которому крепится амортизационная стойка. Шаровые опоры верхних рычагов крепятся к поворотному кулаку одним болтом, который может со временем окислиться, но у опытного механика не будет трудностей, чтобы его выкрутить. Оригинальные верхние рычаги стоят по 300 долларов, в сайленблоки по 35 долларов. Заменители обычно стоят в 3-4 раза меньше. У Audi A4 B7 сзади применяется многорычажная подвеска, но она разная для переднеприводных и полноприводных версий. Большинство сайленблоков по оригиналу доступны как отдельные детали. Наиболее нагруженный и потом востребованный сайленблок – цапфы на соединении с подпружиненным рычагом стоит 45 долларов. Его аналоги около 10 долларов. Развальная тяга часто приобретается в неоригинальном исполнении по цене от 25 до 55 долларов. А сайленблоки верхних рычагов покупают по неоригиналу за 10 или за 30 долларов, если выбирают оригинал и перепрессовывают. Для самого большого нижнего рычага часто выбирают неоригинальные сайленблоки. Комплект из двух обойдется в 30 долларов. Вот такой вот огромный гайд по Audi A4 поколения B7 у нас сегодня получился. Если вас интересуют конкретные моторы этой машины, кроме V8, то мы их все разобрали и рассказали о них всё на нашем YouTube-канале. Эти машины имеют конкретную неприятную проблему с коррозией. Также мы рассказали сегодня о многих мелочах по салону, но эти мелочи разовые, и они устраняются умелыми ручками. И ещё, если освежить подвеску Audi A4 B7 качественными запчастями, то тогда можно забыть про неё примерно на 100 тысяч километров. В общем, не запускайте Audi A4 B7, обслуживайте её нормально и всё будет хорошо. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг»!